В наших выпусках мы уже рассказывали о рабочих поездках областных парламентариев по городам и весям нашего региона. Эта практика подтвердила свою востребованность и была продолжена. На этот раз депутаты законодательного собрания провели парламентский день в Жарковском районе. В программу входило посещение ряда социальных объектов и встречи с общественностью и депутатами района. Жарковская среднеобразовательная школа. Ее парламентская делегация посетила первый. Начало учебного года в рамках реализации национального проекта образования в школе был открыт Центр образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста». На ее базе создана химическая, биологическая и физическая лаборатория. Есть все необходимое оборудование. Затем депутаты осмотрели стадион. Первые три года объект включался в программу поддержки местных инициатив. В рамках программы сделано ограждение стадиона «Беговая дорожка». Начались работы по устройству площадки под установку оборудования для сдачи норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также запланированы работы по дренажной системе. Традиционно парламентарии возложили цветы к воинскому захоронению. Завершала парламентский день встречи с депутатами и общественностью района. Основная тема – преобразование Жарковского района в муниципальный округ. Мы завершили все процедуры на сельских территориях по получению согласования и подготовке инициатив о выдвижении. Осталась последняя инстанция – рассмотрение на собрании депутатов Жарковского района. В свете сегодняшнего разговора надеемся, что депутаты примут правильное решение и Жарковский муниципальный район станет муниципальным округом. Определенные шаги к созданию округа уже сделаны. Кроме проведенных собраний жителей в поселениях, изучается опыт районов, уже ставших округами. В частности, Оленинского, глава которого Олег Дубов тоже принимал участие во встрече и рассказал об успешном опыте своей территории, которая уже больше года как муниципальный округ. Это единый бюджет. Бюджет, причем, он становится больше. Хотя бы потому, что и на объединение средства выделяются, они прописаны в областном законе и в целом по методике. Округ выигрывает перед районом. И, конечно же, когда бюджет единый, когда он в одних руках, гораздо эффективнее используется на нужность всей территории. Тоже самое можно сказать про единую систему муниципального имущества. Люди не потеряли ни сельских тарифов, ни сельских налоговых ставок, ни за какими справками не есть районный центр, а получают все на месте. Вопросов было много. Областные парламентарии и специально приглашенные представители региональных министерств лесного хозяйства и энергетики и жилищно-коммунального комплекса подробно разъясняли то, что интересовало людей. В итоге сомнений в необходимости создания Жарковского муниципального округа практически не осталось. Мы все прекрасно понимаем, вот этот процесс неизбежен и мы его примем. В любом случае решение за депутатами. Да, оно необходимо. Но дело в том, что было у нас немножко, мы недопонимали что-то с привезом наших товарищей из области. Много прояснилось, много стало на свои места. И я думаю, что все будет принято, придем к единому мнению, что будет все хорошо на территории нашего района. Район обсуждает возможность преобразования в муниципальный округ. По этому поводу много дискуссий идет. И мы, собственно, как уже законодательный орган принимаем 21 закон только что о преобразовании. Поэтому мы поделились, как это происходит в других районах. Я надеюсь, что та информация, которую депутаты изложили депутатам, своим коллегам Жарковского районного собрания, будет иметь отношение к мотивам голосования. На 13 апреля запланировано заседание собрания депутатов Жарковского района, главная тема которого образование Жарковского муниципального округа.